Александр Александрович, за кого голосовали на этих выборах и почему? За Коммунистическую партию России. Не только потому, что я в прошлом коммунист, а в том, что Коммунистическая партия России олицируется для меня как с господином Грудиным, человеком, который сделал очень много для совхоза, очень много сделал для бизнеса, для меня лично. И наверняка большой процент живущих в совхозе скажет, что он для них лично сделал все хорошее, он дал им возможности, верю в будущее. Были какие-то нарушения на участке, где вы голосовали, слышали, видели, может быть? Итак, про нарушения. Я не увидел, но когда мы с женой и с дочерью приехали на участок, прописанный в Москве, участок в Кузьминках, в старой школе, первое, что я спросил, где наблюдатели. Этот вопрос был как-то очень интерпретирован. Подоходит три человека, один одет и смотрит мне с ровно, что вы хотите, что вам не нравится. Я говорю, да мне все нравится. Просто хотел увидеть наблюдателей от КПРФ. Но я их не увидел, проголосовал и ушел. Как вы относитесь к результатам общероссийских выборов? Можно ли им доверять? Насколько? Нет, я не доверяю этим выборам, потому что было электронное голосование, были вбросы больше, чем уверены. Я просто хочу сказать, если по телевизору показывают группу людей, стоящих в ряд один за одним, голосующих, показывают ту же камеру, которую не успели закрыть, как вбрасывают пачки, как можно верить? Это три случая достаточно. В Питере людей вытаскивают. Хотелось бы понять, кто-то персонально за это понесет ответственность. Когда Элла Панфилова сбивающимся голосом говорит, что она за это, ну вот по этим трем случаям, дайте по первому кого, вот поймали того-то, женщину и так далее. Все это видели, видели все. Почему, на ваш взгляд, такие разные результаты в совхозе имени Ленина? Потому что совхоз, здесь честно все было, скорее всего. Здесь я верю и верю всем людям. Верю Павлу Николаевичу и верю Добренкову, потому что эти люди есть и им доверяют все. Кстати, есть люди, которые открыто выражали свое мнение, говорят, вот мы будем голосовать за единую Россию, я их уважаю открыто. Вот нам их интересует стабильность и говорят, почему. И в этом нет ничего. Пускай откроют все, сделают честно. И больше, чем уверен, что это пойдет на пользу. Насколько легче и лучше живется простому человеку в совхозе имени Ленина? Слово «простой человек», гражданину России, легче, потому что ты выходишь и видишь удачно спланированное архитектурное решение. Раз. Я поставил здесь машину, я живу, здесь удобно, я могу ходить пешком. Люди приезжают со всей страны сюда. Здесь дома построены правильно, здесь все сделано с любовью, потому что это родина Павла Николаевича. Здесь плохо не будет.